Здравствуйте, дорогие мои, сегодня я предлагаю приготовить очень вкусную тушеную капусту, которую можно использовать и как гарнир, и как самостоятельное блюдо для приготовления мне необходимо 1 килограмм белокочаной капусты 1 морковь луковица очень хорошо если есть корень петрушки но у меня в данный момент нет 3 столовые ложки томатной пасты или 150 200 граммов томатов собственно соков если использовать томатную пасту разводить ее 1 к 2 с водой 1 столовая ложка 30 граммов муки 50 граммов сливочного масла 1 стакан воды пара лавровых листиков несколько горошин душистого перца соль перец сахар по вашему вкусу мелокочанную капусту нужно нарезать соломкой теперь капусту нужно посолить и хорошо помять хорошо если в доме присутствует грубая мужская сила которую к этому делу можно привлечь потому что помять капусту нужно очень хорошо чтобы она выделила сок в глубокую сковороду или посуду для тушения налейте немного растительного масла или положите какой-либо другой жир и сюда же выложите капусту сюда же томаты в собственном соку или томатную пасту все перемешайте и доведите до кипения уменьшите нагрев поставив его между средним и минимальным и тушите капусту периодически помешивая до полуготовности крышку закрывать не нужно а пока соломкой нарежьте морковь если очень не хочется возиться с нарезкой просто натрите ее на терке и также соломкой нарежьте лук и хорошо обжарьте их на разогретом растительном масле сначала быстро лук потом добавьте морковь и обжаривайте все вместе овощем достаточно можно выключать а капуста как раз дошла до полуготовности я перекладываю к ней овощи перемешиваю и пусть тушится дальше почти до готовности не забывайте помешивать а я пока сделаю последнее что нужно соус почти бешамель растоплю в сотейник сливочное масло растопленное масло высыплю муку и пару минут ее обжарю пока обжариваете разомните комочки если таковые образовались а теперь понемногу буквально по ложке добавлю воду и буду все время размешивать если воду добавлять очень постепенно это комочки не образуются можно обойтись без венчика как только всю воду размешали добавьте немного соли доведите до кипения и сразу же выключите нагрев и когда капуста практически готова я заправляю ее соусом хорошо все перемешиваю добавляю лавровый лист душистый перец попробуйте если нужно досолить и чайную ложку сахара и все вместе прогреваю еще пять минут если получилась очень густая капуста нужно добавить одну-две столовые ложки кипятка больше не нужно и на этом капуста готова нагрев можно выключать вот такая капуста по-русски у меня получилась и обязательно получится у вас непременно приготовьте а я желаю вам приятного аппетита благодарю вас за просмотр за ваши лайки и комментарии желаю вам успехов во всех ваших начинаниях до новых встреч и